И снова здравствуйте, дамы и господа. Возвращаемся на вторую карту противостояния Немига против Брейм в рамках Dota 2 CL 4 сезона. Первая карта у нас получилась довольно затяжной, и Брейм всё-таки оказались сильнее. Что будет на второй, пока непонятно. У микрофонов по-прежнему для вас работает смайл и джем. Да, первая карта была суперформящая, прям с такими минимальными выходами. Какие-то точечные ганги были, но расформились абсолютно все, просто 10 персонажей, и до одной финальной драки у нас это всё дошло, и в ней как бы судьба решилась на байбеках. Бреймы, конечно, переиграли, всё понятно. Но они, в принципе, смотрелись по игре достойней. Да, увереннее, увереннее, я бы сказал. Увереннее, да, они постоянно вот эти вот отрезки по фарму набирали, да, вот 5 тысяч, 5 тысяч, 5 тысяч, они как раз, да, там, Немига где-то отыгрывал постоянно. Но, опять же, Бреймы лучше, лучше себя показывают. И драфты у них интереснее. Да, кстати, по поводу драфтов, давайте посмотрим, что там у нас вообще происходит на второй карте, так скажем, и заодно глянем на коэффициентики от наших друзей из GGBet. 5.65 на Немигу, 1.12 на Брейм. Ну, после такой первой карты оно неудивительно, но Брейм тут забирают себе Вивера, Леона и Бистмастера. Это значит, что у нас вроде как пуш намечается, но Немига отвечает тоже неслабым пушем в виде Чена, Бэтрайдера, Блотсикера и Рубика. Правда, пока убийц вышек особо нет. Это очень смотрится, что Вивер, наверное, четерка будет. Бистмастер Вивер, Леон 5, Пакмит. И Кэрри Ласпиком. Там единица отсутствует, потому что если Вивера ставить на позицию 1, то против него Блотсикер и Рубика, это прям, ну, великолепные герои. Опять же, и на лайне они Вивера очень сильно изобьют. Ну и по игре, да, против Рубика вообще на Вивере играть не хочется. Леонид Кэрри, первым итамом придется собирать, что ты делать не хочешь. Да, ну и Рубик здесь смотрится очень даже хорошо, потому что шикучи по КД будут у тебя, да, в которых ты можешь бегать, всегда своровать пальчик, там, Рор какой-нибудь, Бистмастер и прочее. Тоже приятно. Ультпака, в кого ни ткни, все, что-то полезное у тебя будет. Как ни крути. Вопрос только в том, какой Кэрри появится, команда Брейм? Ну, опять же, Свена какого-то можно. Слезда. Свен, Леон, Лайн. Ну и, кстати, от него не избавились, если посмотреть на баны Немиги. Банят Манки Кинга, это интересно. Может, Медуза какая-то будет? Не, Медуза в бане. А, Медуз в бане. Он же герой, который стоит на месте и стреляет. Может быть, даже что-то из серии герокоптера. Трубка, герокоптер. Героч неплох. Ну, призадумались, Немиг. Призадумались, и Свена забирают себе сами. Вот так. Сикер отправится, видимо, в сложную стоять. Бэтрайдер в мид. И пара саппортов в член Рубик. Ну, Брэмом здесь нужно суперактивно играть. Потому что их съедят. Тут уже нету героев, которые справятся со Свеном. Он реально всех убивает. Да, есть Бисмастер там, все дела. Но, опять же, в Лейте Чен собирает себе Аганим. И Свен уже нигде не стоит. Ни в каких станах. Ну, что нужно решить. Времени у Брейна очень много. В плане того, что забрать себе дальше. Чтобы обдумать свои действия и так далее. Какие еще варианты есть у нас? Если мы говорим про активных героев, есть всегда какой-нибудь Урс условный, да? Которому просто не нужно много артефактов. Просто бегаешь, дерешься. Урса неплох. Условно всегда можно взять себя. А, ты бы не взять. Ты бы в бане от Бреймов самих. На самом деле, Свен со всеми героями с иллюзиями легко разделывается. Это да, но... Да, можно попробовать. Какого-нибудь Лансера там, все дела. Мне кажется, Лансера здесь просто изничтожат. Да тут все его изничтожат. Ну, им все равно придется что-то выбрать. Я к тому, что Урса бы мог драться у него. Хотя бы есть Enrage, как таково. Он там довольно неприхотлив в плане артефактов. Сларк сейчас какой-то появится, наверное. Кстати, да, вот, да. Про Сларка как-то забыли вообще, как про героя. Опять же, там Bloodseeker. Урса, да, все-таки, видишь. Урса боевой. Ну, ты просил боевого героя активного, я тебе предложил. Собственно, Урса не самый плохой вариант, как по мне. И если все грамотно будут делать Брейм, игра может закончиться очень быстро. Особенно, если на линии все еще будет хорошо у них. А на линии они вполне себе могут делать фраги. Потому что Спартан садится у нас на Леона. То есть есть Disable под Урсу. Там, начиная с какого-нибудь второго левела, вполне себе можно пытаться даже нападать. Хотя... Садка красивая на вивера. Да. Непонятно, где у него настоящие глаза даже, да? На этом сайте. Завалировал. Да, так и есть. Ну что ж, я напоминаю вам, что вы можете застраховать свою ставку у наших друзей с G-Bet, используя промокод, который вы видите прямо сейчас на ваших экранах. Но есть один момент, он работает только сегодня. Так что, если вдруг появилось желание, торопитесь его использовать. А мы готовы, я так понимаю, врываться на вторую карту и смотреть, что же будет там. Да, Чоузен Ван отправляется в сложную стоять на Сикере по итогу. Ну слушай, Сикеру, с другой стороны, сложновато пробивать будет на Урсе. Потому что все-таки армированный Сикер персонаж сам по себе. Урса, ему без разницы на армор. У него есть лапки. Да, лапки, да. Ему, по-моему, немножко подняли лапки, если не ошибаюсь, в последнем патче. Могу ошибаться, что что-то было там с Урсой связано, вроде как поднимали его. Так бегал, посмотрел. Там почти всех немножко порезали. Особенно там мне нравится, знаешь, что-то броня уменьшена на один. Вот это вот легендарные изменения перед Энтом. Ну, это микрофиксы. Так, ну что ж, посмотрим, как все будет на второй. Ну не знаю, пока, если игра опять затягивается, у Немиги есть очень хорошие шансы в лейте, как по мне. С этим Свеном. У Немиги, да. У Немиги на порядок. Лучше здесь, конечно, все. Но их в активную доту могут сейчас переиграть. Очень важен сейчас лайн Свен Чен. Опять же, как они его постоят. По идее же так они будут расходиться, да? Да, Лодайн. Да, да, да. Чен пятерочка в этой игре, да. Которая будет Свену помогать. Ну, опять же, если там найдешь какого-нибудь полезного крипа, какую-нибудь гарпию, можно вполне себе бегать, напрягать. Опять же, можно всегда взять какого-нибудь Огрмага найти, да, с Айс-Армуром. Всегда можно, всегда. Так, что у нас за пауза? Кто попросил? Не знаю. Вопрос хороший, Серег. Я, к сожалению, не могу на это ответить. Я так понимаю, у нас сегодня не самый строгий админ, судя по всему. Обычно там есть админ один, который прям вот любая пауза, любая задержка, он прям строго ведет на учет. Сегодня у нас такой более лояльный, так скажем, команда. Там сразу, моментально, вопросительная, прям через долю секунды влетает. Причина, как говорится. Ну, я, говорит, записываю, все. У вас там есть только-то времени. Это, знаешь, короче, вот кто за рулем ездит, такие моменты есть на светофорах. Вот только зажигается зеленый свет, и тебе уже в спину через... И плевать, что перед тобой две машины сейчас стоят, и ты не можешь, как бы, физически поехать. Это никого не волнует. И тебе уже просто он зажимает гудок и начинает... Насколько ты просто тормоз и не можешь, как бы, среагировать за какую-то долю секунды. Так. Минус вард. Задинает, не успевает, айнкрат, эх, неприятненько. Ну вот, халявные денежки уже для вивера. Приятненько. Ой, не вивера? Наверное, не виверу, а кому досталось, кто сентри поставил. И на руну смей заходят, хотят воевать. Прекрасно понимаешь, что они сейчас намного сильнее, потому что там фейтболт, чем вообще без всего, да? Для вивера. Дизейблых нет. Ну и что? Две руны здесь заберут, но две отдадут сверху, я так понимаю. Ну, скорее всего, я бы не шел драться, на самом деле, против урсы, против дизейблов, то есть там, если ты далековато зайдешь, то, скорее всего, уже не выживешь никак. Я надеюсь, это будет у нас не миксованный бестмастер. Миксованный в каком смысле? Не гибридный, да, потому что некоторые ребята собирают сначала доминатора, а потом уходят в аганим. Здесь нужен сразу. Овер, быстро овер. Ну, шлем оверлорда, ты имеешь в виду? Да, 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 да. Второй домик. Дом 2. Дом 2. Почувствуй нашу любовь, как говорится. Ну что ж, обошлось без жертв по итогу у нас. Расходятся игроки по линиям. Давайте смотреть сверху, как мы и предполагали, Свен при поддержке Чена. К Чену в гости сюда вместе со Свеном идет уже бестмастер и вивер на четверочке, который будет напрягать. Мне очень нравится закуп Пака. Хорошо закупился здесь. Опять же против... Ну, прекрасно понимаешь, что против Анкрада будет стоять на бете. Тут играет через разу, через стики. Причем грейжаный сразу. Ну, правильно. Потому что бетик уже со второго левела будет здесь начинать давить. А у Пак-то... Ну, у нее, конечно, эскейп есть, но... Это вот непонятно, что это за размен был, но... Тут вообще битва саппортов с первой минуты, если что, началась. Вот с первой секунды, точнее, как только крипы вышли. Что Леон, что Рубик отсюда не уходили. Они продолжали здесь биться до последнего. Мортал Ком вот устроили, так скажем. В итоге Рубик победил в дуэли в чистом ПВП. Да, Блотсикер пока чуть-чуть страдает. Самое забавное, что Леон за эту драку нанес больше дэмэджа. 957 и дал... Там Феррик. Три подкопа, да. Здесь два фейтболта залетело, но Рубик все-таки победил. Такие размены. Так, что у нас сверху? Мне интересно, как-то Чен будет помогать. Чен себе взял уже хедресочку, прокачал Дивайн Фейвор. Регенится Свен. Нормально. Все хорошо. Крепочка пока никакого не вижу под контролем Чена. Судя по всему, да? Никого он себе не забрал. Киритош что-то очень больно ему. Как бы там его сейчас не забрали. Топорики через секунду будут. Дотянутся ли Киритош? Пять стаков просто должно. Шесть уже на нем висит. Жесть. Тут еще и Чену залетает по лицу. Мана, правда, заканчивается у бисмастера, увы. Топоры дешевые стали. Из-за этого можно... Из-за этого они качаются сейчас. На постоянной основе. Проблемки небольшие у Рубика могут быть или у Леона. Непонятно у кого. Там Телькинесс. Рубик. Ой, хороший стан, успевает здесь. И еще можно этого парня побить. Как же, как же больно. Челзен Ван, Челзен Ван. Тут даже какой-то размин, что ли, хотел. Не знаю, нет. Это ошибочка. Они заберут его там через 7 секунд только прыжок будет. Но все равно, как бы, прогоняют. У тебя регена быстрого нет. Ты на ло-хп, на тебе стаки лапок. И, как бы, не можешь ничего делать. На линии. В миде... Лайн сильный. Леон Урсен тут будет. Да, спору нет. В миде пока что пак доминирует. Ну, относительно Бэтрайдера. Но Бэтрайдер там все равно свое наберет в любом случае. Тут еще и разблокировал себе спот на будущее. Так что все хорошо будет по Нетворсу. Стики хорошо, конечно, помогают здесь сразу грейженные бишу. За счет них он вообще держится по хп и по регену. Немножко стакнуть себе, вижу, здесь не успел. Арбой. Снизу снова атака. И снова удачная. В этот раз забирает сикера. На самом деле это ПГД будет происходить здесь. Да-да-да. Чем больше левел будут ребята из Брейм, тем... Да, тем им проще будет делать фраги. И телекинез Рубика это вообще не спасение. Здесь, поэтому сикеру нужно быть аккуратнее. Молния, Скайларк опасно сверху. На самом деле топоры надо кидать, закидывать. Да, Кириточ погибает. И сейчас еще и этого заберут. Жесть. Все-таки добивает там Гарпи и Бисмастера. Ну да, но самое главное то, что Бисмастер погиб последним в этой драке. Он вернется сейчас на линию фуловом. Ну и Свену, конечно, противопоказано умирать вообще в рамках линии. Ему не хотелось, я уверен, этого делать. Второй группа подряд это происходит. Но здесь нет умни-найта, который будет тебя закидывать Хевенли Грейсом и так далее. По КД. Пак ворует, кстати, первую руну воды, я так понимаю. Сейчас еще и вторую. А, это он баунти-руну забрал. Понял. Руну воды забирает себе... Петрайдер, да. Так, ситуация. Да нет, все, Киритыч все, тоже выселение происходит с линией сейчас. Вы просто посмотрите. Возвращается Бисмастер и просто топориками, топориками говорит. Пошел отсюда, вон. И еще и Вивер набегает, Жуков накидывает. Да боже мой. Там в это время забрали Рубика снизу, но там, в принципе, очевидно. Мы уже говорили, что это будет по КД происходить. Самое интересное, здесь сверху просто оффлейн, унижая сейчас легкую линию команды Немига, погибает снова два героя здесь. Ой, жесть. И вот уже... Где-то мы видели уже. Да, и вот уже тысяча голды преимущества. Интересно, за счет кого держатся еще плюс-минус на плаву парни из Немиги, но бетра. Бет хорошо идет. Бет нормально идет, да. Стоит неплохо. Опять же, стакает себе Эншентов. Все лайны, да, проиграны серьезно, конечно. Свен с членом Лайтсвейд нафиживает. Все, да, третий левел Свен. Третий левел Свен бежит на линию, а тут уже скоро будет пятый левел Скайларк. Просто на меди. Белезуты даже это делаешь. Еще и Беттика забирает Стоммана, но мудряется. Килл Стре. Стоммана, но мудряется на четверке Вивери даже в миди помогать на героя, у которого вообще ноль дизейма. Как такового. То есть просто выбегает и гангает. Жесть. Да. Так, снизу у нас. Ситуация опасная. Что-то сейчас Фейтболта вкруется. Ну вообще... Ну что они делают, этот Фейтболт происходит. Я не знаю, что они сделают. Они умирают. Они умирают. Фейтболта даже не убил бы. Возможно, это Тильт после прошлой карты какой-то, не знаю. Или минус концентрация какая-то, но тем не менее уже 2000 преимущества. Пак уже получил шестой. Он сейчас может при желании переместиться даже на какую-то из линий и попробовать сделать ганг. Вполне себе. На медиа. На медиа. Айнкрат. Там капли. Капли спасают. Но там медалька. Там пак с далеко не дотянулся. Ой-ой-ой. Ошибочка. Ой-ой-ой. Немножко спадливый, как говорится, пак. Бывает. И подставил вивера еще, который килинг спрей имел. Это досталось бы трейдеров. Соло-кил. Да, тем временем у Леончика здесь проблемки. Нужно хотя бы баунтосик забрать, воровать. А, оставлять паку наверх. А нет, себе забрал. Не знаю. Можно было бы и паку оставить. На самом деле пак бы мог бы тебя отхилить просто ботлом. Оставил ему баунт, он бы ботл погибнул. Пополнил и как бы все счастливы. Ну да ладно. Н что-то в завардиле. Все хорошо. Опять же, для Свена. То, что стакалось, уже не стакается. Да, проблемы на всех фронтах. На топе вообще хуже, что происходит. Там бедный Свен, это стоит четвертого уровня. Да-да, Свен тут почти шестого бисмастера. Бисмастер тут все. У него уже домик, как говорится, практически готов первый. И сейчас начнется веселье в плане пуша. Ну там и одного крепажа, и уровень, и Свен опять умирает. Да. Вот сейчас как раз топорами хочет добить это все. Бисмастер. Ну все. Можно выходить. А тут уже выбегает стоманан в спину. И вот уже Киридыч отпивается. Все, шестой есть. Рор пока что не тратится. Пошли топорики. Могут забрать сейчас Чена. Сюда два телепорта идет уже от команды Немига. Скайларк, похоже, понимает, что здесь ему не жить. Ну это стяжка всей команды на одного бисмастера. И то размен произошел по Чену. Окей. Доминатор чуть не хватает. 500 голды. Блотсекер снизу почти тоже шестой уровень. Урсы просто все великолепно. 2000 по голде идут. Пак на меди просто на фрифарме стоит. Ну и сейчас стяжка вниз будет. Видит Пака. Так, Пак перетягивается. Да, Чоузен Ван, наверное, сейчас отступит подальше. За вышечку. Хорошо отрабатывает ворды. Тем временем сверху погибает Рубик. Точнее, не сверху, а уже в треугольнике. Не в треугольнике, а в лесу даже находит его. И Киридыч продолжает вивер гонять просто в соло. Вы посмотрите, какое безобразие. Я уверен, что Киридыч сейчас вообще не рад, что вот так вот происходит. Он сейчас вообще соло убьет, нет? Да, да, он убьет, убьет. Он сейчас умрет или нет? Там топоры, двойной удар. И шахучами забирай. Ну а все, телепорты были потрачены. Тем временем в миде драка также нападает на Чена. Чену буквально одного удара не хватило. Чен выживает за счет стиков, да. Успевает уйти, но практически погиб. В любом случае очень сильно давит сейчас Брейн по всем фронтам. Свен, это, конечно, мем какой-то получается у нас по итогу. Восьми минут, две пятьсотные творца. Даже вивер имеет больше, чем он на данный момент. И здесь вряд ли ему дадут время нафармить. Вот так вот, как было в прошлой карте, что ты ушел в лес, да, и просто АФК бегаешь, там где-то фармишь, потом приходишь. Стаков нет, ничего нет вообще. Тотал, доминация происходит. Снизу. Возможно будет драка, потому что перетягивается Виш. У него есть ультимейт. Могут поймать Айнкрад и Чузен Вана. Тотопс хорошо стоит. Хорош оптик. Что ж, давайте посмотрим, как изменились коэффициенты, пока у нас есть время, потому что тут уже очень все интересно. 11.81 на Немигу. 1.02 на Брейн. Поймали Стомана, забрали. Еще попутно заберу, скорее всего, Леона. Два саппорта. Отдались на этом треугольнике. Ну, сюда вся команда уже стянулась. Скайларк тем временем топ полностью подпушил. Как раз за счет доминатора. Ну, тут во второй, да, сразу будет выход моментально. Уже рецепт Владимира лежит. Вообще 11.81 это очень опасный, я бы сказал, коэффициент. Как правило, невозвратный уже считается. Так, видит, видит, Чена здесь. Я думаю, вряд ли на него пойдут. Просто будут все выфармливать. Бесмастер оккупировал территорию. Надо его отсюда выкуривать. А как это сделать, пока непонятно. Потому что этот крип сильный. Чен, четвертый уровень. Бедняжка просто там стоит, Леон как раз подходит тоже. Тут вообще все. Сбивается, все девардится. Вижна нет. Теряйте контроль над картой. Полноценно. Падает Рошан. Падает Рошан достаточно легко. Его забирает себе Брейм, понятное дело. Нефрит забирает Аегис. У Нефрита скоро появится дефюза. От него уже не убежишь сверху. Нападение на Спартана. Спартана подталкивает неплохо бочку. Но сюда идет команда. Сюда идет команда. Хекс залетает. Спартан понимает, что он уже не выживет. И скорее всего туда же в таверну отправится сейчас еще и Чен. Чен очень быстро забрали. В итоге саппортов разменяли сверху. Но это еще не значит, что ваша вышка будет в безопасности здесь. Кстати, вышка в миде все еще стоит у команды Немига. Ее тоже не забрали. Урт скоро дефюза появится. Да, да, да. А теперь с дефюзами от него не убежишь никак. Вообще. Ну как скоро? Тысяча голды еще. Ну я думаю он быстро нафармит с такой зоной для фарма. Здесь не проблема. Бабки не проблема в этой игре для Урса точно. Бабки не проблема. Да, и вот уже 4000 преимущества. Стоманен снизу продолжает фармить также. Пока что не участвует в командных действиях. В миде будет падать сейчас вышка вместе с Рубиком. Как бонусом. Потому что Дремкоилл потратил пак. Свен пытается хоть что-то выфармить пока в лесах. Но у него не густо. У него только Мом и ПТ. А вышки уже начинают крушить Брейма. Знаешь, вот на предыдущей карте было как бы право на камбэк, да? Что у тебя там Момни Найт. У тебя там опять же Инвокер, который тебе там бафы кинут. И ты там супер Свен такой. Здесь... Да и Свену давали фармить. Опять же там... Да, здесь такого нет. Брейм долгое время АФК бегали по карте. И у Свена было предостаточно времени, чтобы вынести свои шмоточки. А здесь как бы Брейм пока взялись очень плотно за давление. Уже почти всю линейку товаров ты один забрали. Вот сейчас снизу только осталось забрать один вышечку. И все. Тут тотальная доминация по всей карте. Театр боевых действий везде проходит. Это хорошо. И не в пользу ни миги. Это хорошо, потому что экшен это всегда прекрасно. Вот сейчас, возможно, драка будет. Или нет. Нефрит делает ТП и успевает улететь. И сюда вроде как уже отвоевывать пришли свой треугольник парни из команды Немига. Но тут никого нет. А в это время Чена могут найти, да. Чена нашли. Чен мертвый уже. Да, тут вряд ли. Кто-то что поможет. Бывает. Ну что ж, Чена забрали. Снизу в это время пытаются вышку забрать парни из команды Немига. Т1, но как-то слишком тяжеловато нам дается пока. Вот сейчас вам подрубил МОН. Получше дело пошло. Ну все же. Все-таки это гибридный бисмастер, видишь, который собирает... А, нет, все нормально. Нет, нет. Пытается убежать. Шакучи не видит его. Теперь видит. Еще Шакучи успевает зацепить его Бэтрайдер. И с Томаном погибает. В это время, правда, на Чене отыгрались также парни из команды Брейм. Сделав еще один фраг. Вань Краден стоп-то был, на самом деле. Можно его... Будет попробовать убить, стригать, забрать, потому что... Все киллы только у него. Диффуза уже летят для Нефрита. Урса теперь будет с ними. Дальше будет себе покупать, пока не ясно, что. Рубик ворует пальчик у Леона. Леон сейчас умрет. Леон погибает. Ничего себе. Да. Дримкоил сбивает телепортацию Бэтрайдеру. А у Бэтрайдера стрик. Мы только что об этом говорили. Не может дотянуться Нефрит до него. Должны забирать его. Хотя хороший хилл здесь от Ченны. Он вообще может забрать здесь, на самом деле. Нет. Виш успеет... Почти догорели. Все выживают. Налог ХП на живут. Но Урса, опять же, не особо-то боялся. Урса Аегис есть в наличии. А у Твиша забрать было бы приятно. Сбили стрик. Сбили стрик. Неплохо денежек заработали сейчас за этот фраг. Там Рубик опять ворует рор. Кстати, Убисмастер разобрал. Ничего себе. Это, кстати, полезная вещь. Может быть. Только, правда, непонятно, куда идти и на кого тратить. Это способность. Полаганим уже имеет, на самом деле. Очень хорошо. Именно старт игры ты отыграл. То есть, там, уничтожили свой лайн. Ну, чуть-чуть буквально остается. Сейчас постоянно агрессивнее считает. Постоянно активно пушит. Преугольник заходит. Здесь парни с Брейм. Рора был потрачен в итоге на Леона. Урсу все боятся. С Урсой никто не хочет драться под ним. Понимает, во-первых, что там Аегис все еще есть. Да и просто Урсу очень опасен. Тебя просто съестят. Ну, и просто забирают весь фарм. Ставится Вижен. Его сразу же ломают. Понятное дело, на развороте на Спартана нападают. Блатрайт. Спартан хороший подкоп выдает по двоим. Но здесь нужно уходить. Аегис закончится через 6 секунд буквально. Факш-Урс уйдет. Мне Факш-Урс уйдет. Нефрит бежать нужно. Сюда летит Пак. Есть телекинез. Подкоп. Лассо. Нефрита заберут прямо под выпадение Аегиса. Идеальный тайминг. Словили Немига. Но тут уже Брейм, мне кажется, подрасслабились немножко. Сами по себе. Так, ну это заявочка на небольшой комбетчища, я так понимаю, в этой игре. Тут еще и Стоуманан под Блатрайтом. Ой, под Драптурой пытается убежать. Но его сейчас найдут. Что происходит, Брейм? Или нет? Неплохо, неплохо пробивая здесь сейчас Блатсикера. Блатсикера, но Пак вообще не держит удар. К сожалению, Стан и Пак погибает. Ну что, опять комбетчат? Да, короче, я говорил, что это очень опасный коэффициент 11. Почти минус бет. Хотя, опять живет. Мех отлично здесь от Чена залетает. Сэвит своего мидера. Урса. На завороте вгрызается в Чоузен Вана. Чоузен Вана забрали. Следом на очереди Чен. Чен тоже погибает. Окей. Нефрит делает даблкил. Где-то в это время погибает все-таки Стоманом, да? Забегался. Уже вот цепанули. Но его тут хорошо уже цепляет Рубик. Так, что у нас там? Драконные авиалинии начались, да? Перемонил. А, драгон орлац. Понял. Ну да. Он, на самом деле, не знаю почему, не заменят аватарку этого дракона, но он, на самом деле, ну, дракон страшный, черный, да, должен быть. А вот ты смотришь в нее, он какой-то... Я у мамы красавчик. Да, 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 да. Ну, поменять уже давно нужно. Еще языка не хватает, знаешь, который вот на бок будет. Он этого Сида напоминает из ледникового периода. Ледникового периода, вот, да, 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 да. 1 в 1. Так, блинкдагер есть у Нефрита. Теперь еще проще будет догонять. Гроу Боу выпадает, тоже хорошая вещь, на самом деле. Можно отдать Виверу какому-нибудь, либо Паку, как вариант, не знаю. Пак просто уже с Витчблайдом бегает. Ему-то не особо нужно. А, Свену могут найти. Птичка показывает Кириточа. И к Свену уже бежит ли он, но нет, Свен успевает отсюда уйти. Благо, блинк у него есть в наличии. А, это не... Это был блинк? Да, блинк плюс свинка. Есть, есть, нет, да, Игра? Так, ну что? Давление как бы есть. Оказывают его ребята из Сабли, но карты не занимают. Номинально вроде особо-то и не чувствуется. Свен, опять же, продолжает расти по Нетверсу. Бэтрайдер неплохо поднялся за последние минуты. Поэтому пока все не так уж и катастрофически выглядит. Что я правильное слово подобрал для команды Немига. Треугольник отбили. Место для фарма есть. Свой треугольник вражеский лес. Сэнд фармит. Сэнд будет играть Чизорчет. Первым артюртом. Интересный выбор. Прикольно. Сейчас посмотрим. Огоним на Вивере. Вот, то, что нужно. И Смок моментально прожимается от команды Брейм. Они идут сейчас на поиски. На треугольничек даже можно попробовать зайти. Опять же, идеальный тайминг. Они сейчас могут подраться. Если они выигрывают драку, там появится следующий Рошан. И они его забирают моментально. Тут Виверу главное не умирать вообще. Да, Спартан здесь пока бегает. Полетел вперед Айнкрат. Поймали, поймали Пака, но Вивер спасает. В это время поставляется Спартана. Спартана забрали. Рор залетает, правда, в самого Кириточа. И за ним бежит уже Нефрит. Кириточу больно. Кириточу просто там сейчас скрипы съедят. Да. Съедает Кириточа, но съедает также и Нефрита. Дримкойл от Пака подвоем неплохой. Урона немножко не хватает. Пальчик залетает от Спартана. Рубик погибает. Дримкойл разрывает еще и Бэтрайдера. Бэтрайдера хотят забрать. Блатрайд залетает здесь от Чозен Вана. Под Сальницем два героя находятся команды Брейм. Чозен Ван просто отсюда убегает. И выживает за счет этого. Ну а здесь у нас проблема у Чена. Чен пытается улететь. Но урона хватает и Чен погибает. Это еще один минус. И крипов там тоже забирать. Я хочу посмотреть, сколько крипы сделали дэмэджи. Да, да. Бесмайтер просто всех убил. Бесмайтер нанес в драке почти 4000 урона. Там, да, действительно, там крипы просто бессмайтера испепилили Свена. Это правда. Под медальку это все происходило. Так, за паком охота сверху. Анькрат хочет его забрать, успеет. И Саленс пак успевает накинуть и просто уходит. Четвертый шифт уже. Тут трудновато без лосо это сделать. Да, и эту драку причем выиграли. С учетом того, что умудрились Урсу еще зафокусить в самом начале. Урса даже толком ничего не сделал в драке. Если бы не смогли с нефритом совладать, то это еще... Это бы, наверное, был бы тимвайп. В миде. Вивер видит ДД. Оставит Урсу или компаку паку отдает. Окей, боттл. Так, ну что, 8000 преимущества. Свен продолжает фармить. У него уже скоро появится второй обливиенстав. А значит, что и не за горами покупка Орчада. Орчад это, конечно, прям вот супер какое-то ноу-хау решение. Посмотрим, насколько это эффективно будет здесь. Ну такое себе на самом деле, не знаю. Ну я, это Блаз Тор может быть потенциально, я так понимаю, на будущее. Но не знаю. Еще просто пакаленькая сфера появится, там еще что-то в этой же серии. Рошана убивает очередного. Не, Рошана очень быстро развалится. Без варианта. Под аурой Биста, под стаками от Урсы. Урс надо отдавать. Шард этот, потому как раз энрейдж будет после автошока. Для автошока. Это автошок, да. Автошок, да. Для автошока шейкера. Шейкера. Шейкер, шейкер. Кстати, могут найти снова здесь сейчас кого? Челзен Вана, либо же Чена. Чена в итоге находит. Чена очень больно. Нефрит опять катит. А Бибер, 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 Бибер. Спаси, Бибер, Бибер. Он успевает дать. Успевает дать ультимейт. И скорее всего Бэтрайдера сейчас заберут. Бэтрайдер, да. Бэтрайдер погибает. Окей. Не так все плохо в итоге. Где-то Свен умирает. Свен погибает где-то здесь. Да, Пак его подловил. Вместе, кстати, с Рубиком, я так понимаю. Два их словили. ПДД Пака. Очень хорошо все сделали. Парни из команды Брейм. В итоге потеряли только одного Бибсмастера. Сделали минус четыре. Не потеряли Аегис. И все еще боеспособны. Более чем. А вот, например, за Чозан Ваном уже побежали. Он пытается отпушивать пока. Там Юл. Там Юл засейвит, по идее. Ну, Т2 заберите хотя бы в видео. Да, подкрипов. Я думаю, сейчас быстро. Вот дракончик там уже летает. Сейчас Соло отпушит. Это лайн, наверное. Да, хорошо тут работает. Огнем. Да, Глиф потрачен был на Т2 вышку. Но, скорее всего, вышку-то не спасет. Даже потраченный Глиф. Заберу здесь ее. Ну что ж, 12 тысяч перевес. Очень серьезное преимущество сейчас для парней с Брейм. Все еще есть наличие Аегис. Можно переместиться наверх. А вот, кстати, она линка. Теперь, казалось бы, есть ли смысл вообще от этого Орчета? Но пака ты не закроешь так просто. Он уже собрала, как и Ренс. Какой-то, может быть, и есть даже курса. Попытка тут выйти соло какой-то цель найти. Но, опять же, сейчас 18 уровень. Лучше так не Федик. Потому что, понятно, дело, что не берешься и компания будет бегать. Урса здесь. Вгрызается в Кирит еще. Кирит еще поймали на Дрим Койл. Инрэйдж прожимает Урса. А, это ворованный. Ворованный Дрим Койл еще от Рубика был там. Два просто Дрим Койла друг в друге стояли. Но Нефриту плевать, на самом деле, на Раптуру. На вообще все, что у него залетает. Мы видим, что пытаются Немига убежать как-то. Но куда ты убежишь от этого медведя? Просто жесть. Посмотрите, что он делает. Съедает Рубика моментально. Че в Зен-Ван? Есть Эллипорт, он его делает. На то, что Бессмастер уже ломает. Тут, конечно же, лететь. Летит туда Чен. Переманивает Кабана. Ну и все. Это максимум, что может отбирать. Бессмастер будут ловить. Бетрайдер на него. Бет с ультимейтом. Ну да. Будут тут убирать. Бессмастер успевает. Еще Рор выдает. Тут еще Бетрайдика потреплет. Сюда уже подтягиваются просто парни. Здесь уже Нефрит. Моментально Бетрайдер съедает. Кириточ пытался Спартана добить. Немножко не хватило. Спартан погибает только сейчас. Но тот добивает также Чена. Вивер очень поздно. Постоянно где-то оказывается своим агонимом. Так столько пациентов можно было бы уже сделать. Постоянно его нет. Ну и здесь было сложно успеть. Вот в этом моменте как бы к Виверу вопросов нет. Здесь сам Бессмастер немножко загулял. Это понятно. А так да. Так согласен. Видите его поцелу. Позиционка нужна получше немножко для этого персонажа с агонимом. Всегда нужно быть рядом с корами. Чтобы спасать. Ну что ж. Все еще продолжают наращивать преимущества парни с команды Брейм. Уже 14 тысяч. Можно пойти забрать всю линейку нижнюю ТВРов. Т1, Т2. А Егис все еще будет очень долго действовать. Полтора минуты. БКБ готово кстати. Вивер очень богатый. Прям вот урсы. Много у него. Да. Вивер я согласен. Вивер даже больше чем сейчас тройка команды Неминга имеет. А Нетворс? Ну ты посмотри, у него урна, у него медалька, у него агоним. И у него через 100 голды будет Ион Диск. Ну для 25 минуты на Вивера, для четверки, это много, много. Прям очень много. Курьера подрезали, который Сикеру что-то нес. Видимо, Лотус Сорп должен был быть. У Сикера уже прямо сейчас, но его не будет. Еще две минуты. Где дракон стоит. Это жесть, посмотрите, что происходит. Здорово. И пока. Говорит Урса, моментально съедая Чена. Там Дримкоил залетает Чозен Вана, пальчик следом, Чозен Ван погибает. Рубика можно еще попробовать поймать. Рубик за счет Эссенс Ринга живет какое-то время. Но сюда запрыгивает Нефрит, и Рубика тоже съедают. Даблкил делает Нефрит. И три фрага суммарно команда Брейм. Единственное, не знаю, светлое пятно, и то, что у Чена появился шард, и он может теперь переманивать древних. Это круто, конечно, но... Все. Тут уже на ХГ заходят парни. Конечно, дракон сильно мешает в плане пуша, так же, как и Бэтрайдер здесь. Нужно, опять же, Урсе не ошибаться, как в прошлый раз. Скоро Аегис закончится, надо отойти. Потому что мы помним, в прошлый раз Урсу забрали там за пару секунд до выпадения Аегиса. Так же, ну, прямо в тайминг. Вот Аегис закончился, но БКБ есть, Блинк Даггер есть, все есть в наличии. Урса готов драться, если что. Да и Баша будет все собирать. Да, дракона так просто не пройдешь здесь. Конечно, сейчас еще один фаербол. А, дракон... Хорошо, ты единственный плюс Чена против Бессмастера. Бессмастер сам почти с Блокенбаром. Остается им тоже сотня. Он сейчас этих дофармливает и уже... Понесет себе его. Урса БКБ. Так, Линкен Сфера у нас у Пака сейчас будет уходить. О, догон, пятый догон. Отлично. Лион тоже Даггер, но и Вивер как раз тот Тион Диск. Чтоб 100% жить, чтоб его там не вытаскивал никакой Бэтрайдер. Под сейф свой прожал. Так, ну что ж. Продолжается осада. Команды Немига, точнее. Мы видим, как Немига зажаты просто на базе. Им сложновато выйти. Вот вышел Чен сейчас, правда, на свой треугольник. Поставил Вижн здесь. Ну, хоть какая-то информация, чтоб была. БКБ готова также у Бисмастера. Есть смог от команды Немига. В смысле, они купили, наверное, его будут прожимать сейчас. Свен, боец или не боец? Пока не боец. Пока БКБ нет, Свен вообще не боец. Да нет, Свен тут вообще заберет. 2000 хп на 27-й минуте, два слота. Не знаю. Бэтрайдер БКБ себе приобретает. Свен со старта дело плохи. Так, минус слен. Пока не факт. Успевает сломать здесь сентрю. Вижн. Еще одна сентрю залетает, но это уже плевать, как говорится. Команда-то уже рядом теперь. Скайларк. Курса вгрызается в Чена. Чена могут забрать. Чен. Хил. Все в себя вкарстовал. Ну нет, патчик. Залетает еще от Леона сверху. И в итоге Чен погибает. Нужно крипа забрать обязательно. Эх, немножко не хватило. Жук доест? Да, жук доедает. Хорошо. Ну и по миду. По миду крипов этих нет. Опять же, переманил обратно себя дракона. Хотя некому будет нормально отпушивать. Кроме, наверное, фейтболта и флеймбрейка. Блин, это там надо добивать. Да, Свен, мы видим, ушел, но вообще в самое безопасное место на карте на данный момент. Фармит вражеский треугольник. Его это полностью устраивает. Т3 уже упала в миде. У команды Немига остаются голые бараки на центральной линии. Свен нашли. Свен нашли, да. Свена нашли и забрали. Это минус керри. Неприятно. Ну, БКБ готово зато. Следующие драки, может быть, мы Свена увидим. БКБ готово, но минуту до него. Там скоро основной таймер Рошана закончится. Ой-ой-ой-ой, поймали Нефрита. Ну, Нефрит с БКБшкой, с энрейджем. Ну, нет, все-таки хватает урона. Хороший фраг. Ответчик не успел. Вот, чуть-чуть не успел. С Томаном немножко не доигрывает. Тут еще и паку надо уходить. Так, успеет. Там Рошан скоро появится. 50 секунд остается до появления Рошана. Продолжается осада со стороны команды Брейм. Ну, не знаю, они сейчас тут могут задержаться. Чужин. Такими темпами. Чужой сейчас. Просто 6 стаков. Врывается пак. В итоге заберут, наверное, Рубика. Хотя нет, Рубика захиливают. Эсенс Ринг, он прожимает. Он выживает. Пак еще контролит здесь. Ой, не знаю. Что-то как-то подзадержались на центральной линии Брейм. Мне кажется, как только Урсу забрали, можно было уже уходить. С ганганули, конечно, с ганганули Урсу. Ну, нет, они ждали всех, но не ожидали, наверное, чтобы Трейдер нападет. Хотя, мне кажется, это очевидно, что надо идти сразу моментально нападать. Когда ты видишь там двух-трех героев, которые гангуют твоего Керри. Ну, и вот он смог. Возможно, кстати, поворотный в этой игре. Потому что БКБ, напоминаю, появилась у Свена. И, наверное... Хорошо, он без пункта. Раз, когда вот так вот в полноценную атаку выходит Немига. Ну, их сейчас Спартан спалит здесь, да. Спартан, по идее, спалил. Там еще и птичка висит без мастера. Вряд ли, вряд ли смогут поймать кого-либо. Урсу уже появился. Уже ТП делается наверх. Чоузен Вана. Кириточ здесь. Под замедлением от Кабанчиков. Кириточа увидели. Кириточ прожимает БКБ. Прожимает ультимейт. И просто бежит. А тут Рор. Здравствуйте. А тут Нефрит с другой стороны уже набегает. Съедают у нас Чоузен Вана. Кириточ заканчивается БКБ. Сразу же залетает в него Хекс. Это еще один минус. Пальчик сверху. До свидания. Суммарно минус 3 делают Брейм. И минус 4 к Рошану. Да, дорога к Рошану. Это и Аганим. Аганим на халяву. Для кого? Я бы Урсу оставлял. Почему нет? Можно Урсу, может, Бессмастеру отдать. Вообще можно и Бессмастеру, согласен. Будет топорами спамить. Не, Урсу, конечно. Урсу просто очень сильно. Ну, это очень сильно. Это практически бессмертие для тебя. Особенно на такой минуте. То есть, как бы, тебе плевать просто. Ну, во-первых, ты можешь поражать, когда ты в лосо сейчас будешь. Да, да, да. Я про это говорю, что для тебя это слишком много дает в плане выживания. Такое ощущение, что сейчас парни из команды Брейм могут в трон пойти. Ну, центральный коридор будет падать точно. Точно, сайд-линия только сверху может упасть, потому что снизу Т2 все еще стоит. Я думаю, не поборется. Рор не успевает залететь. Бэтрайдер прожал БКБ, Пак успевает отступить. Там Бивер, там Бивер. Там нельзя это нажимать все лосо, вот это вот. Так, Скайларк нажимает БКБшечку. Под Раптурой стоит просто. ФК пока на месте. Рор залетает в Айнкрада. Рубик ворует Рор себе. Окей, в это время бараки падают. Но запрыгивает Нефрит. Не успевает дотянуться до Айнкрада. Нефрита тут неплохо откидывают, потому что Кирид еще уже появился из Таверны. Но Дримкоил залетает в Рубика. Рубика забрали. Прожимается Глиф фортификации. Урса под четырьмя, под пятью стаками Напалма пытается убежать. Глиф потрачен. Урса на развороте. Врывается на Айнкрада. Айнкрада забрали. Байбека нет. Ну и все. Надо наверх хотя. Тоже подкрепов. Я думаю, что они просто сейчас в трон могут пойти по Даурой. Без мастера, конечно. Почему нет? Почему нет? Ну как бы там два героя. Там пак врывается, один в двоих. Пак еще выживает. И здесь еще один минус сделает. Чозун вам погибает. В живых остается только один Киридыч. Глифа нет. Защищаться нечем. То есть Чен сейчас ничего не сделает. Рубик, который появится из Таверны, тоже ничего не сделает. Самые главные герои в Таверне. Все, ну это ГГ. 2-0. Так, не Мега 0-6 получается. Получается. И бреймы 5-1. 5-1, удивляю, да, приятно. Уходят. И хорошо идут, хорошо идут, ребята. Хорошее возвращение, на самом деле, в D20 Лигу. Можем их с этим и поздравить. Ну что ж, эта карта гораздо предсказуемее была, чем первая. Активнее. Во-первых, активнее. Во-вторых, мы сразу говорили, что здесь такой драфт, что парни просто пойдут вперед с первых минут, в принципе, и будут давить. Так оно и произошло. Даже не было какого-то намека на камбэк. Там в какой-то момент немножко отыграли. Вот если посмотреть по графикам, не Мега. Но в целом график очень ровно, как говорится, полз вверх. То есть, знаешь, планомерно брейм набирали, набирали, набирали. И просто переиграли на классе. Герои по совокупности, они несравнимы с героями на первой карте. Потому что там все-таки огромнейшие бафы были по Освену. И здесь нет таких парней. Да, у тебя тут Чен, Бэтрайдер, Рубик. Это не те герои, которые могут закомбенчить нормально. Да, но вот такая у нас в итоге получилась достаточно легкая серия 2.0. Мне кажется, и первая карта гораздо быстрее могла бы закончиться для брейм, если бы они там немножко не нашибались. Ну что ж, на сегодня мы с вами прощаемся. И наш рабочий день подходит к концу. Приходите завтра, потому что Dota 2.0 продолжится и завтра, и послезавтра. И вообще там до практически старта Инта у нас будет еще много доты. Мы с вами на сегодня прощаемся. С вами были Джем и Смайл. До скорых встреч. Еще услышимся.